Тайна веков на сцене Рязанского музыкального театра предстает перед зрителями в виде черно-белого мюзикла Андрея Кротова по мотивам американской комедии 50-х годов прошлого века. Первое действие и правда напоминает старое кино, но с яркими акцентами в одежде артистов. У нас была цветовая гамма, в которую вошло несколько ярких, активных цветов и большое количество фактур. То есть вот костюмный ряд выстраивается, как работает художник-модельер с подиумным костюмом, то есть коллекция, выстроенная на подиуме. Задумка художника по костюмам в том, что у принцессы Анны и репортера Джо Брэдли есть свои цвета, которые отражают их внутренний мир. Эта же палитра включена в образы других персонажей в зависимости от степени эмпатии к главным героям. Наверное, больше всего было уделено внимание артистам в плане именно взаимодействия, поскольку все-таки мюзикл – это драматическая история. И помимо музыки здесь очень важно именно чувствовать друг друга, чувствовать партнера, быть в цепке. Относительно авторского текста, который был у меня, я чуть больше приблизила к фильму, поскольку, мне кажется, это сама по себе полноценная история, и какая-то дополнительная форма, она была бы излишней. Хочется больше уделить внимание чувствам героев, их личной истории. Сама история повествует о принцессе, которая хочет простого человеческого счастья. Обрести его ей помогают журналисты с газеты. Свои чувства и эмоции персонажи передают не только с помощью слов, но и каждым движением и даже походкой, рассказывает балетмейстер мюзикла Софья Прилудская. Мюзикл – это форма, а форма всегда создает, помимо одежды, декорации, это все-таки пластическое действие. В каждом из своих мюзиклов я стараюсь соблюдать стилистику, выбранную мной или режиссером, и я стараюсь, чтобы не было такого, что «а сейчас мы начнем танцевать». Моя задача как хореограф не только поставить танцы, я выбираю ритм, с каким будут работать, например, персонажи, да, какая у них может быть походка. Или же, например, я пытаюсь сразу придумать какую-то мизансцену, если это массовые номера. Весна – это всегда время пробуждения природы. Так, любовь, подобно этому сезону, тоже оказывает нечто похожее на персонажей. По мере развития сюжета черно-белая постановка обретает свои яркие цвета, как бы намекая, что серость жизни обязательно сменит яркая палитра приятных событий. Достаточно лишь начать замечать чудо в каждом мгновении своей личной весны. Вам, как всегда, да, как обычно, по претензии жизни. Среда! Вы знаете, это ведь сказка на самом деле, причем как бы сказка с тихой грустью. То есть там нет свадьбы в конце. Хэппи-энд, ну, хэппи-энд, не хэппи-энд. Главное, она о вечном, что все проходит, но остается что-то вечное. И любовь остается, и Рим остается, об этом мы и поем в конце. В мюзикле «Римские каникулы» царит атмосфера внутренней свободы и счастья. А еще проблема выбора между материальными и духовными ценностями, которая так же, как и любовь, будет актуальной темой в искусстве во все времена. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».